Почему, например, у Джокера нет собственного кино? Есть у Бэтмена, Кэтвумен, Бэтмена с Робином, а у него ничего. Почему нет игры, где ты типа грибок, и ты прыгаешь на Супер Марио? А если была, это был бы прикол. Миллионы в игру не играли бы. И ты понял, к чему веду я? Мой анализ тут крайне прост. Ты лишь еще один уровень, но никак не финальный босс. Потому что герою не стыдно сказать, я с изъянами, я уязвимый. И поэтому люди в нем видят себя, а в тебе им себя не увидеть. Ты змея, ты боишься меня и себя. Твой единственный шанс отшутиться с тебя. Ты увертливый гад. Зацепиться нельзя, только это твой баг, а не фича, чувак. Потому что сарказм это панцирь, броня, чешуя. Только где ты, товарищ? И поэтому ты проиграешь. И в этом трагедия славы Мошнова, Карелина, дальше по списку. Ты не антигерой, ты вообще не герой. Вызываешь сопереживание ноль. Топы, увы, не пойдут за тобой. Ты для них в инстаграме подписка. Для тебя нет пути. Ты задействовал мой, но забыл, что в моем была искрена. Где же гнойный за стебом и за анонимностью? А его просто нет. Либо где-то исчез. Ты скопировал все, даже этот мой жест. И, быть может, заметил кто-то. В моих раундах нету мата. Как же так? Меня спросит Готэм. Ты же автор той самой цитаты. Очень просто. Я батлю контужином. Дико тусклого пасюка. А не цензурная брань жемчужина русского языка. Дико тусклого пасюка.